Когда будет переосмыслена эпоха Ельцина, вот это десятилетие, 90-е годы прошлого столетия, когда будет подвергнуто анализу, суровейшему анализу, историческому, публичному историческому анализу нынешнего 20-летия или четверть века, который может пройдет, когда кончится нынешняя эпоха, вот тогда люди вспомнят, и тогда многие будут рвать на себе волосы. Почему мы не обсуждали это раньше? Почему мы обсуждали феминитивы, а не обсуждали эту насущную проблему? Касан, я была потрясена. Я не видела эту статью, конечно, это 2008 год, и именно этим и потрясает. У меня, конечно, просто волосы встали дымом, как вы все предугадали. Потому что, ну, это все-таки 2008 год, вы говорите об исторической травме, о преодолении этой травмы у немцев, и как это возможно или невозможно в России, и говорите о том, совершенно четко угадав, что дальше будет уже Украина, и дальше будет антизападная риторика. Как вы смотрите сегодня на эти вещи? Если вы были способны в 2008 году предугадать, что вы нам сегодня скажете? Ну, на самом деле, так кажется, что что-то там предугадано было, потому что я ведь анализировал только язык, и что происходит с языком в условиях, когда нужно преодолеть травму. Ведь травма никуда не делась. От того, что мы об этом не говорили, от того, что мы об этом молчали, или молчим, или будем молчать, она никуда не исчезнет. И поэтому основная, так сказать, линия размышлений здесь, она касалась того, как люди, и мы с вами, и вообще люди, которые заняты преподаванием, люди, которые заняты масс-медиа, люди, которые что-то пишут, а сейчас все что-то пишут, огромное количество писателей, все читатели стали писателями, люди должны отделить второстепенное от первостепенного, так сказать, существенное от несущественного. И, к сожалению, мы оказались в положении, когда все самое существенное постоянно вытесняется, постоянно выводится из разговора, а в разговор вторгаются несущественные второстепенные темы. Ну, вроде там феминитивов в русском языке. Казалось бы, неужели нет более насущной темы? Нет, вот об этом будут спорить до хрепоты. И, конечно, самое существенное при этом – это действительно прекращение существования большого государства, которое случилось 30 лет назад, и которое по-прежнему многих волнует, потому что пришли люди, которые решили поиграть с этим сюжетом для того, чтобы добиться каких-то других целей. Вот в этом главная, мне кажется, беда. То есть травма, которую людям навязали, поверх травмы, которую с ними не обсудили. Что было травмой для всех людей, для всех семей, живших в Советском Союзе? Ну, конечно, репрессии и, конечно, истребление их родных, выселение их, лишение этих людей собственности. Массовые, в общем, убийства. Все это Советский Союз. И вместо того, чтобы обсуждать эту травму, сначала нам предлагают обсуждать травму распада Советского Союза. Ах, какой ужас! Раньше мы могли ездить в Эстонию, а теперь нам нужна виза в Эстонию. Это травма. А это совершенно не травма. Это просто следствие распада страны, которая незаконным образом захватила Эстонию, например. Вот анализ нынешней ситуации мне подсказывает, что до тех пор, пока мы, как носители языка и как некая общественность культурно-историческая, не начнем говорить о существенном, мы загоняем старые травмы в глубину, а поверх создаем новые травмы. Потому что одна из самых тяжелых травм для человека – это оценка себя как недоброкачественную. То есть понимание, что ты не справился, не просто кто-то, какие-то обстоятельства тебе помешали, а что именно ты – низкое существо, недостойное существо. Вот это главная травма личная для каждого человека. И каждый прекрасно знает свои, так сказать, границы. А когда целое общество оказывается недостойным, ведет себя недостойно и является недостойным, и должно своим детям отчитаться в том, что оно недостойное. Вот это, конечно, новая травма, которую испытывают люди в современном российском обществе. До тех пор, пока не начнет подниматься и не пойдет действительно серьезный разговор о недавнем прошлом, и о настоящем, об этой лжи, которая сопровождает нашу жизнь, до этих пор эта травма, конечно, не будет преодолена, и будет некоторое такое стягивание, затягивание петли происходить. Оно происходит, может быть, медленно, иногда быстрее, иногда ускоряется этот процесс. Но это процесс, в общем, разложения общества, с моей точки зрения. Вот в вашей статье четко сказано, что подменили саму суть травмы. Вместо того, чтобы обсуждать травму того, что же натворил Советский Союз, как он относился к своим гражданам, репрессии, отношение такое имперское к другим народам и так далее, вместо этого травма – это распад Советского Союза. И теперь все эти годы, и вот в последнее время особенно, и Путин, и все его спичрайтеры настаивают на том, что основная травма, что недооценена роль Советского Союза, так скажем, во Второй мировой войне, да, что это страна-победитель, которая всех спас, освободитель и победитель, и такое неуважение. Казалось бы, хорошо, допустим, рассмотрим этот момент. Но они же и здесь врут. Когда я, например, приезжаю в Дахау, в Освенцим, в Нюрнберге иду в документационный центр, да, и там же ведь человек, который посетит это заведение, ведь с первых шагов показывают, как все начиналось в Германии. С чего все начиналось? С отношения к евреям, с отношения к цыганам, и к чему все это приводит в итоге? Я хотела спросить, где русские люди, которые так за это переживают, то, что столько русских погибло в войне, столько русских людей сгинуло, и советских людей сгинуло, в концентрационных лагерях. Ведь, например, в Аушвице нет русской службы вот этого самого гида, когда приезжает просто турист, не автобусом его привозят, но ведь нет таких случайных людей, которые от сердца просто вот, они так переживают, они приехали с семьями, как это делают европейцы. В Аушвице нет такой русской службы, то есть нас, например, водили поляки, да, или там англичане. А в Дахау это вообще просто кошмар, потому что в Дахау в 2014 году открыли отдельный мемориал для русских солдат. Эти 2000 расстрелянных пленных, это военное преступление, то есть Германия это признала, сделала отдельный мемориал. Есть стена, где показывать. То есть ты когда это видишь, ты навсегда вообще прикусишь язык, навсегда уже, да, после этой картины. Но они туда не едут, они туда не едут это все смотреть. А директор Дахау вообще нам сказал потрясающую вещь. В 2014 году, когда они открывали мемориал и ждали Путина, Путин не приехал, сославшись на туман. Вот вам и вся историческая память. К сожалению, что сказать, здесь можно привести массу примеров, когда вместо анализа, исследования и какого-то покаяния, которое может быть покаяние, например, из-за забвения того, что случилось, да. Вместо этого просто вся история Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, как она у нас называется, превратилась в пропагандистский инструмент. Вот и все, все этим сказано. Поэтому здесь, к сожалению, большую отрицательную роль сыграла, как ни странно и как ни печально, культура, иногда очень такая высокая культура, потому что есть некоторые формулы. Вот, например, формула из песни горячо мной любимого и почитаемого Булата Шалыча Куджавы. У него есть такие слова в самой, может быть, известной вот такой военно-антивоенной песне. Значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. И вот в этих словах очень много, скажем так, угроз для общества, которое живет, во-первых, в идеологии победы, потому что вообще победа стала главным словом. Мы победили. Значит, во-первых, кто эти мы? Ну, победило государство, победила страна, победила, там была одержана победа над национал-социализмом. И это важное событие для поколения, которое эту победу одержало. Но все последующие поколения, это поколения людей, которые выросли как бы в мирное время. Я говорю как бы, потому что другие войны, которые в это время шли и там ввел Советский Союз, они уже в таком уропатриотическом ключе не рассматривались какое-то время. Но победа создает иллюзию, что это ты победитель, что ты постоянно одерживаешь победы над всеми, так сказать, своими врагами. И в результате ты привыкаешь к мысли, что каждый окружающий тебя, вообще говоря, все окружающие тебя люди, это твои потенциальные враги, над которыми ты должен одержать победу. Поэтому так легко было перенастроить людей снова на вот эти антиамериканские, антиевропейские какие-то настроения, отношения к соседям как к врагам. Это действительно уму непостижимо, как на протяжении нескольких лет превращены во врагов прибалтийские страны, Польша, бывшие страны СССР. Как только что-то такое они начинают выступать по какому-то поводу, отстаивая свои интересы, ты превращаешься в ощетинившегося врага, для которого это враги, и мы их победим как-то. Не так, так и так. Перекроем газ, перестанем брать у них продукты, не будем поставлять им что-то. Вот это постоянное требование к себе одержать победу над своим соседом, который мгновенно может превратиться во врага, это следствие, конечно, такого вот культурно-пропагандистского... Нам нужна победа, мы должны одержать победу. И вот мало того... А дальше второй пункт. Тоже страшный в каком-то смысле. Она нам нужна одна, и мы за ценой не постоим. То есть мы готовы положить сколько угодно наших граждан для достижения вот этой победы. Мы готовы, как то, что сейчас происходит на Донбассе, там и где-то еще, мы готовы уложить в землю своих молодых людей, чужих молодых людей тем более, для того, чтобы какие-то свои, якобы, так сказать, геополитические интересы там отставить, чтобы победить вот этих вот неверных наших вчерашних, наши вчерашние колонии, вот этих неверных украинцев, там и еще кого-то. И выстраивается образ, действительно грандиозный образ врага, которому надо противостоять. А что было с Грузией как раз в 2008 году? Вот поэтому можно было рассмотреть, как Грузия напала на Российскую Федерацию. И этот анекдот кому-то удавалось, вообще говоря, впарить каким-то наивным людям. Поэтому вот эти две вещи, люди мало чего стоят, люди мало чего значат. И мы готовы их уложить в землю, поубивать вообще столько, сколько угодно. И бабы новых нарожают. Это такое совершенно, так сказать, советское, такое даже не сталинское, а общесоветское. Неважно. Мы за ценой не постоим. Кого угодно, сколько угодно. И второе – победа. Мы вечные победители. И поэтому у нас даже, можно так сказать, что у нас не то, чтобы какие-то были интересы, потому что если говорят, что у страны есть интересы, предполагается, что эта страна думает о своих гражданах, что это интересы людей, которые будут жить. А какие здесь интересы у людей? Что они, эти интересы, учитываются как-то этих людей? Людям хочется нормально жить в соседстве с другими, в дружеских отношениях, а на них смотрят как на врагов. Почему? Потому что твой главный пропагандист, главный, так сказать, лжец утверждает, что мы победители, нам все завидуют, у нас все хотят отнять плоды этой нашей победы. все превращаются во врагов. Вот этот механизм, его легко показать на риторике, на высказываниях этих людей. Так что этот механизм, конечно, в высшей степени травматичен тоже, потому что он травмирует людей, и всюду они видят угрозу. В каждом высказывании другого человека они видят какой-то подтекст, угрожающий для себя. И с таким человеком, конечно, очень трудно иметь дело. С такими людьми, так сказать, как мы, очень трудно иметь дело. С точки зрения языка, я сталкиваюсь, ну, с детства, наверное, поскольку я росла в Белиси, многокультурном обществе, и я привыкла, что, разговаривая на русском, грузины, армяне, ассирийцы, азербайджанцы используют другие смысловые конструкции, другие какие-то вообще стереометрические миры, образы другие. И после того, как я уже жила в Питере, я поняла, что мой русский, тбилисский, не совпадает с русским языком имперским, питерским. То есть мы не договорились, я не договорилась ни с одним человеком, мы не поняли друг друга. Я говорю на русском, они говорят на русском, у нас нет взаимопонимания. Я объясняю, что такое война, они этого не понимают. Вот что такое война для имперского человека, питерского, и что такое война для меня из Тбилиси. Это абсолютно разные понятия, несовместимые. Ну и так далее. Почему русский язык, почему русский человек из колонии не понимает русского человека в империи и наоборот, в столице империи? Ну, это вы гигантскую тему затрагиваете. Я могу отослать вас к нескольким произведениям русской литературы, советской литературы, которые эту тему обсуждают. Во-первых, это книга Андрея Битова «Уроки Армении», в которой обсуждается язык, причем ситуация официального двуязычия, когда человек в равной степени владеет двумя языками. И вместе с тем ситуация языка меньшинства, находящегося в окружении иноязычного большинства. А другое произведение – это фильм Иосилиане «Листопад», в котором тоже происходит… у него есть такая серия была фильмов, замечательных «Жил певчий дрозд», «Листопад», где показан такой официальный казенный русский язык, который из радиоточки доносится в Тбилиси, вокруг все говорят на другом языке, а здесь есть какой-то один вот такой официальный язык пробивает. На вскидку, если говорить, или вернее, не на вскидку, это все-таки результаты многолетних тоже размышлений, а если говорить поверхностно сначала, то вы, попадая из страны многоязычной, например, в Петербург или в Ленинград, по-старому говоря, или в Москву, вы приезжаете в место, где другим языкам в общем места нет. Это место одного языка, но тоже разделенного на две, на две, так сказать, на два сегмента. Один сегмент это официальный деревянный язык, а другой сегмент это живая речь. Но эта живая речь тоже полна каких-то своих подтекстов. Вы же приезжаете из страны, где есть несколько таких языков, и поэтому вам нужно было, когда вы жили там и когда вы там общались с людьми, вам нужно было учитывать наличие рядом этого иноязычного мира. И такие слова, как, например, война или империя, колония, центр и провинция, такие понятия, как там народ, представление о принадлежности вашей, кто вы, что принадлежит вам и кому принадлежите вы. Вот эти представления совершенно другие. И представления об угрозах другие. Человек, живущий в центре империи, которая захватывает, завоевывает другие страны, которые ощущают себя центром большого мира, граничащего с другими, но вместе с тем постоянно расширяющегося. Это одно ощущение, это один язык. Если война, то мы отправляем куда-то далеко своих людей, которые идут куда-то, и там они воюют, потом они возвращаются ветеранами, героями и так далее. за редкими исключениями это ощущение было и в условиях афганской войны, и когда советские танки шли в Чехословакию и так далее. Иногда прерывается такое понимание, когда, например, французы напали на Россию в 1912 году, когда, то есть, ну, раньше еще началась эта война, но я имею ввиду с 7 по 15 год, можно говорить, или когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз и подошли к самой Москве, здесь вот это ощущение конечно уходило и перед людьми вставала такая общая задача защитить саму сердцевину своего мира. А вот маленькие страны на периферии бывшего Советского Союза, они всю жизнь живут в состоянии этой Великой Отечественной войны. Для них всю жизнь угроза, что с Севера придет сначала 11-я армия большевиков, Красная армия, которая возьмет под свой контроль весь Кавказ и Южный Кавказ, как за Кавказом как тогда говорили, и Северный Кавказ. И нынешняя ситуация, когда люди, живущие там, понимают, что к ним придет кто-то большой с войной. А что будет с ними? Как они будут жить, испытывать, переживать это? Этот чужой язык, чужую администрацию, там он называется второй секретарь ЦК компартии Грузии или Азербайджана или Армении, а это понятно, что человек из Москвы, он здесь. То есть у людей, живущих в России, нет даже отдаленно понимания того, что такое быть периферией империи и колонии. Вот это осознание. Поэтому люди относятся с такой легкостью, с такой насмешкой, когда говорят о постколониальной исследовании. Какие постколониальные исследования? У Советского Союза не было колонии, это была единая страна, и всегда приводится аргумент, но русские жили даже хуже, чем грузины или кто-то еще. Даже хуже жили, и поэтому это не было колонии. Смешной такой смешной разговор, который как раз анализируется в прекрасных книгах, изданных Александром Эткиндом, внутренней колонизации, вообще этой проблематике войны и колониального господства, которое одно означает для жителей периферии, причем даже не только на границах империи, но и внутри, так сказать, тела нынешней федерации. у так называемых меньшинств на этих национальных республиках, они же всегда знают, что они завоеванная часть, да, это часть России, несомненно, никто не говорит, что это не часть России, но вместе с тем, это самобытная часть России, это люди со своим языком, со своими культурами, и вот их чувства тоже мало кого волнуют, татар или удмуртов, башкир и так далее, да, то есть здесь это представление должно, конечно, в языке как-то проявиться, потому что о нем нужно говорить, его нужно обсуждать, по крайней мере обсуждать в его исторических, так сказать, хитросплетениях, а когда это не делается, есть некая упрощенная картина, и поэтому вы не могли найти общего языка, да, потому что вы пришли с более сложной картины, и вы пришли из понимания роли места русского человека на периферии страны, на периферии империи, на вашем языке русское слово «война» звучит по-другому, оно для вас другое значит, чем на языке, так сказать, центра империи, вот не случайно даже это слово «война» на протяжении многих лет воспринималось, я это впервые понял, когда был по линии общества знания в начале 80-х годов в Средней Азии, тогда же не советской, во всех, так сказать, центрах в Москве под словом «война» понималась Великая Отечественная война, до войны, после войны, а когда я приехал туда, то там словом «война» обозначалась война в Афганистане, потому что все говорило об этом, от госпиталей, так сказать, до необходимости участвовать в войне людям, которые почувствовали ее такой вот межрелигиозный какой-то характер, и вовсе не хотели этой войны. И внутренне солидаризировались с афганским народом, против которого фактически шла эта война. Так что это очень точно, то, что вы заметили, что вот такие слова, они воспринимаются по-разному на языке, так сказать, на русском имперском языке и на русском миноритарном языке в регионах, так сказать. Вопрос очень болезненный, потому что, я считаю, все остальные вопросы, которые сейчас обсуждаются в обществе, ну, не говоря уже о том, что вы сказали, феминитивы, харассмент и так далее, да, которые сейчас в обществе выплескиваются в Фейсбуке, или кто кому квартиру подарил и так далее, или еще тема скорби по ушедшим актерам, да, когда весь интернет захлестывает, просто откуда берутся эмоции, откуда берется красноречие у людей, которые, ну, якобы ведут такой гидонистический достаточно образ жизни и не собираются, якобы, там, они не занимаются политикой, но это же говорит о том, что их что-то трогает, и у них берутся эмоции, берется красноречие, они же делают это от сердца, их никто не заставляет писать такие тексты, почему ни разу не появился ни один текст сейчас в связи с годовщиной, например, войны в Чечне, эта тема, то есть не то, что она не табуирована, пожалуйста, говори, но никому неинтересно, я вижу, что полное равнодушие, то есть демократическая Россия, только что отказавшаяся от советского наследия, да, тогда же это была просто такая вот, ну, чуть ли не святость в отношении своего вот этого демократического будущего, когда все поставили на это демократическое будущее, и тут же через три года после распада Советского Союза указом, я не говорю, их там нет, как в Абхазии, да, когда Россия пославляла оружие и там гадила грузинской армии, но когда официальным указом президент Ельцин вводит войска в Чечню и покоряет этот народ, и 300 тысяч, это геноцид, 300 тысяч чеченцев уничтожены, женщин, детей, стариков, когда бомбили точечно по скоплению мирного населения, да, и все это было известно тогда, куда это все делалось, все делают вид, что этого нет, где вот эти голоса, которым больно, ну, вы знаете, здесь есть два измерения у всей этой проблемы, одно измерение, скажем так, есть часовая стрелка, есть минутная стрелка, есть секундная стрелка, и представьте себе, что у вас садится батарейка, и стрелка просто так дергается, а часы не идут, вот мы имеем дело здесь с такими не идущими часами, с стоящими часами, у которых кончился завод, гораздо легче себя отождествить внутренне с самим собой в молодые годы, когда этот актер не только был жив, но еще и был молодым и красивым, или это актриса, и вот я смотрел в юности эти фильмы, или я смотрел эти фильмы, я выросла с этими фильмами, я выросла с этой актрисой, вот теперь бац, оказалось, что она умерла, или он умер, и я оплакиваю не его, а свою помощь. А то, что этот актер оказался подонком и говорил про украинцев, что пусть они все сдохнут, и они ответят, это как бы ничего страшного. Да, это, да, это, это сейчас никого даже не волнует, потому что моя юность лично прошла, когда этот актер был, или эта актриса снималась в кино, и я ходила, когда мне было 17 лет, я ходила, например, у этого фильма, это было так чудесно, и была весна, или наоборот, была зима, это оплакивание не актера, а того, или той, если об актрисе идет речь, которая, я даже сейчас ни о ком конкретном не говорю, я просто, да, о тех людях, которые сопровождали меня, мою жизнь, и поэтому я оплакиваю себя. Здесь интересный момент, что момент оплакивания здесь присутствует, да, то есть здесь есть некоторая, так сказать, тренировка, вот того, о чем Митчерлихи писали, что людей надо научить траву, научить оплакивать, но только оплакивать не себя, как в данном случае, не надо жалеть себя. Что касается событий такого вот, в общем, глобального масштаба, то начиная с самого начала 20 века, да, вот, можно, можно даже сказать, как, когда начинается эта проблема, публикация, посмертная публикация повести Льва Толстого Хаджи Мурад, вот, начиная с этой публикации, повесть была написана там в 1904 году, но вышла после смерти. Начиная с этого момента, все обсуждения всех кавказских войн, причем в значительной степени, так сказать, преимущественно того, что происходило на Северном Кавказе, даже в большей степени, чем на Южном Кавказе, где возникли после распада СССР самостоятельные государства, и как-то эта проблема оказалась сравнительно быстро решенной, хотя и не доведенной до конца. А вот в том, что касается Северного Кавказа, отношения России с Северным Кавказом, завоевания Северного Кавказа, войны на Северном Кавказе, все это было отложено в долгий ящик. И разговор об этом просто еще не начался. Поэтому люди вытесняют эту тему. Это не только тема депортации, это все то, что происходило в этом регионе с середины 19 века, и что впервые в наиболее яркой, глубокой, философской и вместе с тем художественной форме описал Лев Толстой в повести Хаджимура. И Лев Толстой с этой повестью, и все, что было потом там происходило, вплоть до замечательной книги «Ночевала полточка золотая» до повести Приставкина. Все это просто ушло в тень. И сейчас в этой тени находится. На это наброшено множество идеологических и самых разных, так сказать, одеяний, которые на самом деле эту тему закрыли сейчас от общественного внимания. Когда это общественное внимание снова к ней подойдет, когда будет переосмыслена эпоха Ельцина, вот это десятилетие 90-е годы прошлого столетия, когда будет подвергнута анализу, суровейшему анализу, историческому, публичному историческому анализу нынешнее вот двадцатилетие или четверть века, который может пройдет, когда кончится нынешняя эпоха, вот тогда люди вспомнят и тогда многие будут рвать на себе волосы. Почему мы не обсуждали это раньше? Почему мы обсуждали феминитивы? Они обсуждали эту насущную проблему. Но сейчас просто время не пришло. Очень высокая степень массового исторического отупения. Вот я бы так ответил на этот вопрос. «Музыка» 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 «Музыка»